Друзья, всем привет! Вы на канале Ильдар Мухаметов, где я веду свой блог про ремонт тракторов Кировец, про жизнь нашего предприятия, чем мы занимаемся. Сегодня у нас обзор сборочного цеха. Этот трактор у нас из Татарстана, из Октанырского района. Он заехал на частичный ремонт. Тут нужно было сделать трубу шарнира, откапиталить коробку, откапиталить движок, тормозную систему модернизировать. Здесь уже поставить энергоаккумуляторы КАМАЗовские, ручник КАМАЗовский и нижний рычаг навески нужно отремонтировать. Трактор у нас на завершающем этапе, коробку мы уже откапиталили, установили. Обменный фонд у нас есть трубы шарнира, то есть уже дефектовали его трубу шарнира и готовые установили, чтобы уже по срокам не ждать, пока его трубу шарнира наплавим, пока расточим. Тоже время занимает, чтобы время не занимать. Тракторов много стоят в очереди, поэтому тут такой быстрый-быстрый ремонт. И производили капитальный ремонт движка. Полный капитальный ремонт, цилиндропрошневая группа новая, капремонт стартера. Генератор у него ротной остался. В общем, в таком расстоянии пока трактор выглядит. Сейчас жидкости все заливаем и будем его запускать. Дальше у нас на разборке трактор из Удмуртия, из Машги. У нас также 701-й трактор, как и вот данный трактор. Полностью мы до рамы разбираем. В общем, вот в таком состоянии к нам трактора приходят. Разбираем его полностью до рамы. Движок у нас пойдет на мойку. Дальше будет разбираться еще раз, будет это все мыться, отмываться. Будем проводить дефектовку, менять цилиндропрошневую группу. Посмотрим, в каком состоянии коленвал. Если есть возможность восстановить его, если есть микротрещина, отшлифуем его у нас. Станки для шлифовки есть, имеются. В общем, посмотрим. Опрессуем головку, головки от Капиталя. Станки у нас все это имеется и для шлифовки, и для опрессовки, и для притирки клапанов, и для восстановления клапанов. Об этом тоже на канале видео я снимал, показывал это все. Но сегодня тоже вам покажу, если кому-то вдруг интересно будет. Коробку также мы сняли. Отправится она у нас на мойку, будет отмываться, и дальше поступит на участок по ремонту КПП. Разберем, полностью продефектуем. Посмотрим, какие валы, какие шестерни под замену. Если у вас, допустим, какие-то сомнения, и хотите заврать обратно свои детали, это у нас тоже все это можно сделать. Облицовка тут будет, друзья, новая. Старую облицовку мы выкидываем. Баки тоже это все выкидываем. Вот у нас станки. Под изготовление облицовки. Лазерный станок, гибочный станок. Также вот вальцовочный станок прикупили. Будем пробовать изготавливать полукруглые крылья. Ну и облицовка у нас из нового металла. Так вот она выглядит. Также отдельно, друзья, облицовку продаем. Полный комплект. Отдельно не продаем, только полным комплектом. То есть, что входит в комплект, это комплект задних крыльев, комплект передних крыльев с боковушками, облицовка радиатора, обечайка, крышка капота, облицовка капота, баня, тумба, кто как называет, комплект аккумуляторных ящиков и баки. И еще плюс бампер. Ну, тут что у нас осталось. Навеску снять. Навеску тоже можно и ремонтировать, можно и менять. Это тоже все это проверим. Созвонимся заказчикам. Будем уже своей рекомендации давать, что стоит ли она восстановление или лучше новую поставить. Ну, как правило, ремонт выходит в районе 150-180 тысяч. Если уже новую менять, новая навеска, сами понимаете, в цене 350 выходит. Гидроцилиндры будем производить полный капитальный ремонт. При капитальном ремонте мы меняем уже шток, меняем гильзу, меняем поршень. Что остается из старого гидроцилиндра свое родное, это шпильки и крышки. По трубе шарнира она у нас будет наплавляться в два слоя, растачиваться. Также будем под втулки это все растачивать. Втулки сами изготавливаем, оси пальца сами изготавливаем. Также и по передней полурайме посмотрим, если уже проставки сгнили, будем менять, изготавливать из нового металла. Также будем растачивать под втулки осин 0,10 пальца 0,12. Будем производить полный капитальный ремонт. Также по задней полурайме посмотрим. Бывает, что уже лонжероны негодные, изготавливаем новые лонжероны. По распределителю будем его испытывать на станке, если ремонт пригоден, будем его ремонтировать. Если уже нет, будем менять на новый. Ну и также будем тормозную систему дорабатывать. Будем устанавливать Камазовскую тормозную систему. Это энергочи Камазовские, ресиверы Камазовские. В салоне у нас будет ручник стояночного корпуса. То есть стояночного тормоза оговорился, друзья. Ну, в общем, вот в таком вот состоянии. Трактор. Резина тут у них остается своя. Резина хорошая. И давайте перейдем в новый. мы сейчас в новом цеху находимся. Перейдем в основной корпус в сборочный цех. И расскажу, покажу, что у нас собирается там. Там у нас собирается 2744-х. Ну, в общем, давайте пройдем. Все вы увидите. Ну, вот, друзья, в каком состоянии к нам трактора приходят. Многие уже, кто меня смотрит постоянно, знает, видит. Это трактор из Челябинской области пришел. Они у нас забрали 744-й. Мы собирали на продажу. Он был с двигателем Mercedes. Мы туда установили 75-11. Вот так выглядит как трактора до капитального ремонта. Также, друзья, в продаже у нас имеется резина. Есть хорошая резина живая по цене 65 тысяч и также есть резина, которая еще походит. Она под ремонт, конечно. Есть трещины, есть грыжи, есть которые уже ремонтировались. У нас уже неделю назад я ролик снял, объявление сделала продажи. люди приезжают, потихоньку выкупают. Резина сейчас новая, очень дорогая выходит. Но вот эта резина уже по 25 тысяч в таком отстоянии. Вот сколько осталось. Было 38. Вот в принципе то, что осталось. Еще походит, как бы выбрать можно, можно что-то отремонтировать. Еще сезон отработает. у кого не хватает по деньгам хотя бы на время перекрыться с экономик кожи. Так, сколько осталось? Так, тут 5, тут 5, 10, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 резины еще осталось, друзья. Итак, друзья, в основном у нас в корпусе на сборке два трактора Кировец К744. Вот это мы первый собирали. Полностью новая навеска. на этом тоже навеска. Тут навеска частично ремонт частично восстановленная. На том тракторе у нас вал отбора мощности идет от 700 и в этот раз на этот трактор мы заказали от 744. Но в итоге тоже все равно не подходит. Пришлось вот такую же проставку делать как на том тракторе. Почему не подошла непонятно. Отверстие не сходится. Видимо опять какая-то другая модель. бак покрасили установили. Ладно к этому трактору позже вернемся. Начну я с него. Подготовили сидение. Так вот все это дело мы обшили. крылья. занимаемся крыльями. Крылья на данном тракторе друзья от 701 от 700 но в принципе неплохо выглядит. Выглядит прикольно я скажу. Вот считай крылья родные. у этого уже у второго трактора крылья хорошие были. Мы их решили оставить. Тут уже крылья были негодные гнилые все. Тут уже изготовили от 700 от 701 и вот передний крылья тоже. Чуть дорабатывали мы его. Эту часть мы удлиняли. и вот так вот она выглядит друзья. Напишите в комментариях как неплохо уже смотрится правда. Также еще пока занимаемся электрикой работа по электрике я говорю где-то примерно недели две занимает. Также мы на данный трактор установили ПЖД тепло стар 14 с точно такую же модель ставят и на Камазы на новых Камазах такая же модель стоит. В общем друзья пока все в таком состоянии все это дело выглядит. Потихоньку потихоньку собираем работаем по времени конечно времени занимает больше чем 700 701 трактор на данный трактор примерно уходит два месяца мелочевки много сами понимаете по электрике возни много на второй трактор тоже радиатор все собрали установили сделали обвязку тут уже все каркас тихоньку собираем облицовки тут еще работа очень очень много но тут облицовка уже друзья своя родная остается на данном тракторе более-менее живая облицовка была вот так установили здесь крепление радиатора сегодня на улице минус три с половиной цеху жарко прям уже вспотел ну вот пока по 744 выглядит все так кстати по гидроцилиндрам я вот вам говорил ремонтируем гидроцилиндры из старого у нас остаются крышки и шпильки меняется гильза меняется шток меняется поршень вот так вот все выглядит покрасить и будет как новый можно сказать что новый гидроцилиндр на самом-то деле тут мы готовим закладные это у нас следующий трактор на капитальный ремонт чтобы время сэкономить мажгинский трактор дефектовку мы сделаем чтобы уже по цене рассчитать и уже вот так вот для мажги собираем трактор трактор собирается с рамы трактор еще разбирается и уже начал начали собирать вот так вот выглядит рама после полного капитального ремонта новые проставки здесь из нового металла труба шарнира все это у нас наплавлялось в два слоя растачивалось также растачивали под втулки втулки сами изготовили завтулили то же самое ей на полураме вот так все выглядит то есть растачивали под втулки вот на том большом станке тоже видео много раз показывал кому интересно можете смотреть другие ролики на канале как это все дело происходит ну и полный капитальный ремонт уже задний полурам тоже здесь у нас лонжероны новые сами видите друзья что это все из нового металла даже весь гладкий вид на его то что новый металл и вот так вот мы его проварили полный капитальный ремонт мостов коническая пара друзья здесь новая и на переднем мосту все то же самое венец здесь в отличном состоянии сателлиты в отличном состоянии конечка новая на ухотных будем красить его и уже ставить его на колеса а тут у нас стоял трактор собирали мы на продажу давайте я его покажу что у нас получилось заодно как раз посмотрите как выглядит трактор после капитального ремонта ну вот как раз наглядный пример у нас передняя полурама после расточки под втулки вот так вот мы растачиваем изготавливаем втулки втулим под ось 0,10 под пальцы гидроцилиндра 0,12 новые проставки из нового металла дополнительно провариваем еще ну и вот друзья трактора после капремонта как выглядит данный трактор у нас в продаже цена 3 миллиона Т-150 движок здесь шестерка ЕМЗ сами капитальные гарантии у нас на мосты на коробку на движок дальше 2701 этот свежий это у нас уже самарский приезжали забронировали его это у нас Самара уходит Самарскую область и друзья вот так вот получается трактор после полного капитального ремонта то что у нас в цеху собирался недавно можете смотреть подряд вот 5 роликов назад мы еще боковушки не поставили все таки но в целом вот такая красота мосты здесь усиленные еще нужен будет кондиционер сюда устанавливать кондер не установили новая резина белка пятислойная усиленная коробка здесь нового образца и навеска друзья здесь новая все то же самое как на том тракторе который мы Самару продаем двери здесь также нового образца и высокая сидушка но отличие здесь только получается в мостах классно друзья все по красоте напишите в комментариях как вам такие трактора как вам такая сборка друзья данный трактор по цене 6,5 миллионов рублей и продажа она идет без НДС и так у нас по салону все сидение с высокой спинкой рулевая колонка регулируемая камазовская гитара новые двери без стеклоподъемника здесь система уже форточка сбежная новые замки ограничитель и тут мы уже щиток приборов покрасили цвет трактора напишите в комментариях как смотрится на том тракторе он черный тут у нас уже такая вот такие вот модненькие тумблеры в целом мне нравится выглядит по другому по прикольнее как-то когда же я научусь ездить пока еще не знаю времени не хватает учиться ездить на тракторе это у нас ручник камазовский многие пишут что мы шланги сюда не ставим имеется ввиду чтобы культура все было без прорезей друзья при продаже если вы попросите мы вам его поставим здесь она у нас у нас пока просто мы его собрали и обкатку сделали выкатили обкатку как заправки скатались движок у нас так обкатывался на стенде коробка тоже на стенде у нас каталась считай мы его выкатили проехались посмотрели на предмет течи где текет где не текет до заправки считает у нас здесь заправка где-то наверное полкилометра километр как раз километр пять мы его погоняем и уже ставим сюда ну плюс еще когда люди приезжают на осмотр приезжает смотрят дворники здесь камазовские тоже многие просили показать уже запомнили какой здесь кронштейн стоит такой Г-образ ну и кондер кондер надо установить все будет гуд друзья все будет нормалек ну на этом наверное я видео буду завершать друзья вроде больше уже рассказать показать нечего спасибо что смотрите спасибо что поддерживаете обращайтесь за капитальным ремонтом номер телефона в описании к этому ролику ну и кому нужно приобретайте есть готовая Т-150 он стоит тоже готовый ладно давайте всем пока пока ждите новые выпуски